Железнодорожный вокзал Бобруиск продолжает совершенствоваться. Теперь в зале ожидания можно бесплатно зарядить телефон. Стойки с фирменным оформлением оснащены как розетками, так и USB-разъемами. Для удобства пассажиров под столешницей крючки для сумок и рюкзаков. Если у вас нет времени стоять над гаджетом, можно его подпитать в камере хранения. Подключаем телефон к проводу, закрываем ячейку и спокойно идем по своим делам. Стоимость услуги на сутки 1 рубль 20 копеек. В конце прошлого года вокзал оснастили справочным терминалом. Теперь не нужно стучаться в окошко к дежурному. Достаточно просто провести по монитору, тогда информация о поездах появится на экране. В планах реконструкции вокзала в 2021 году планируется замена информационных табло. Они будут предполагать собой онлайн табло. То есть пассажир, не выходя из дома на сайте Белорусской железной дороги, может посмотреть информацию, на какой путь будет приниматься поезд, на котором он хочет отправиться в свою поездку. К услугам нелюбителей стоять в очереди терминал самообслуживания. Его популярность растет с каждым месяцем. Только за август аппарат выдал более 7 тысяч квитков. В пользовании техника проста, а это большой плюс. Билеты можно оформить на русском языке, белорусском и английском. Для того, чтобы оформить билет, нужно выбрать окошко, выбрать станцию. Здесь нужно ввести название станции, куда мы хотим отправиться. Допустим, это будет Минск. Минск пассажирский. Если мы хотим ехать обратно, выбираем окошко «Обратно» и выбираем число «Когда». То есть сегодня 22-е, ну либо в какой-то другой день. На экран автоматически выводится полный билет. Если нужен льготный, необходимо нажать «Изменить тип проездного документа» и выбрать графу «Граждане, достигшие установленного пенсионного возраста». Проезд со скидкой для этой категории, напомним, продлен до 31 октября. Оплата картой, купюрами и монетами. Максим Кембель, Максим Галенка, Бобруйск, 360.